Исцеление тёщи Петра Одним из первых чудес Иисуса, отмеченных в трёх синаптических Евангелиях, было исцеление тёщи Петра. У Матфея это третий из описываемых случаев исцеления. Он следует сразу же за рассказом об исцелении слуги Капернаумского сотника. У Марка и Луки это первое исцеление. Рассказ о нём помещён после повествования о первом случае изгнания нечистого духа и задержимого. Приведём рассказ по версии Марка. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Тёща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял её, взяв её за руку, и горячка тотчас оставила её, и она стала служить им. Рассказ отличается лаконичностью у всех трёх евангелистов. В версии Луки не упоминаются Иаков и Иоанн. Дом, в котором происходит действие, назван домом Симона, а о тёще Симоновой говорится, что она была одержима сильной горячкою, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячке и оставил её. Во времена Иисуса горячка, высокая температура, жар, считалась болезнью, а не симптомом разных болезней. При этом делалось различие между горячкой и сильной горячкой. То, что Лука называет горячку сильной, возможно, свидетельствует о его знакомстве с медицинской терминологией. Известно, что по профессии он был врачом. У Матфея действие происходит в доме Петра в Капернауме. Тёща, соответственно, названа Петровой, о присутствии Иакова и Иоанна тоже умалчивается. Иисуса не просят о тёще. Он сам видит её, касается её руки и горячка оставляет её. О том, что при сцене присутствовал Пётр, не упоминается ни в одной из версий рассказа. Однако очевидно, что Иисус пришёл в дом по его приглашению. Следовательно, он был свидетелем чуда. Судя по контексту, исцеление тёщи не было главной целью посещения Иисусом дома Петра. Вероятнее всего, он пришёл к Петру пообедать. Об этом свидетельствует завершающий рассказ слова о том, что женщина, исцелившись, встала и служила им. Глагол «служить» употреблён в значении «готовить», «накрывать на стол», «подавать пищу». Так понимает это место златоуст. Не исключено, что болезнь тёщи была неожиданностью и для Петра, пригласившего Иисуса в дом. Из всех трёх повествований следует, что болезнь тёщи обнаружилась только после того, как Иисус с учениками вошёл в дом. Впрочем, златоуст думает по-другому. Имея тёщу, лежащую дома в сильной горячке, он не привёл его в дом свой, но ожидал, пока будет окончено учение и исцеляться все прочие. И тогда уже, когда он вошёл в дом, начал просить его. Как он с самого начала научался предпочитать выгоды других своим. Итак, не Пётр приводит его в дом, но он сам по собственной воле пришёл, после того, как сотник сказал «я недостоин, чтобы ты вошёл под кровь мой», показывая, сколько он благоволил к ученику. Матфея и Марк не упоминают о том, чтобы Иисус что-либо сказал тёще Петра. Выражение «Луки запретил горячке» может указывать на произнесённые Иисусом слова, подобные тем, что он произносил в других случаях. В повествовании «Луки» это слово встречается три раза подряд в трёх рассказах, следующих один за другим. В рассказе об изгнании беса и задержимого Иисус запретил ему, сказав, «Замолчи и выйди из него». В рассказе об исцелении тёщи Иисус запрещает горячке, и горячка оставляет её. За этим рассказом следует повествование о том, как Иисус исцелел больных, возлагая на них руки и изгонял бесов. Выходя из задержимых, бесы говорили, «Ты Христос, Сын Божий». Иисус же запрещал им сказывать, что они знают, что Он Христос. Глагол «запретить» в каждом из трёх случаев имеет разную смысловую нагрузку. При этом в первых двух случаях он указывает на силу Иисуса, его способность добиваться немедленного и эффективного результата. В этом же смысле глагол «запретить» используется в рассказе об усмирении Иисусом бури, «Встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина». У Матфея исцеление происходит через прикосновение Иисуса к руке женщины. Марк говорит, что Иисус поднял её, взяв за руку. Лука вообще не упоминает о каком-либо физическом контакте. В описываемом эпизоде мы имеем дело с исцелением моментальным. Характерное для Марка тотчас здесь имеет вполне буквальный смысл. Происходит исцеление благодаря тому, что Иисус увидел больную, или ему сказали о ней, подошёл к ней, прикоснулся к её руке и, возможно, произнёс какие-то слова.